Начинающие Data Scientist огромную роль уделяют техническим вещам. Подбору фич, метрика алгоритмов, углублённому изучению линейной алгебры и статистики, продвижению на Kaggle в конце концов. Но толку от технической составляющей будет ноль, если сайентист не умеет в своё решение продавать заказчик. Как работать с клиентами в Data Science расскажет Евгений Кашин. Data Scientist в Яндексе, а в прошлом Data Science консультант с богатейшим опытом с разными клиентами. Всем привет! В предыдущем видео я рассказал о том, что такое аутсорс и консалтинг в машинном обучении, про его особенности и то, какие модели оплаты используются для таких проектов. Ссылка в описании. В этом видео хочется обсудить неочевидные для начинающих Data Scientist вещи, которым не учат на курсах с Курсеры. Это не будет рассказ о том, как делать проект от анализа требований до Deploy of Production. Поделюсь заметками, которые я делал в течение трёх лет о тех моментах, которые мне показались важными. Хочу отметить, что так как мы говорим о машинном обучении на аутсорсе, то Data Scientist в такой компании должен не только заниматься при процессинге данных и обучением моделей, но и общаться с клиентом. Чем больше людей стоит между клиентом и Data Scientist, тем сложнее и дольше понимать задачу. Data Scientist должен участвовать во встречах с клиентом от стадии постановки задачи до презентации полученного решения. О заметках поговорим в следующем порядке. Проработка требований, общение с клиентом, разработка и презентация своего решения. Некоторые темы могут пересекаться друг с другом, а этап запуска в продакшн вообще отдельный разговор. Всем советую завести список, в котором вы будете отмечать, что для вас работает, а что нет. В проработке требований хочу рассказать о постановке задачи, знакомстве с существующим процессом, определении требований к данным и оценке достижимости. Очень важна правильная постановка задачи. Любое мое решение призвано оптимизировать какой-то существующий бизнес-процесс или создавать новый. В обоих случаях вы пытаетесь оценить потенциальный профит от вашего решения и как это вливается в реальные деньги. На начальной стадии проекта не стесняйтесь спрашивать у бизнеса по несколько раз, зачем вам это нужно. В правильной постановке задачи относятся не только зачем, но и что. Что модель должна предсказывать или оптимизировать. Разберитесь с этим как можно раньше. При анализе задачи пройдите все этапы, которые сейчас делают люди или какой-то алгоритм для решения этой проблемы сами, вручную. Не всегда есть такая возможность, но попытаться стоит. Например, в задаче распознавания действий кошек в питомнике, которые сейчас делают люди, можно самому повторить эту процедуру, поразмечать действия кошек на видео. Это бывает даже интересно, я пробовал. Или, например, при создании системы ценообразования можно лично пообщаться с менеджерами, которые сейчас устанавливают цены вручную, и узнать, как они это делают и чем они вообще руководствуются. Старайтесь обговорить все требования к данным до начала работы над проектом. Например, минимальную длину действия на видео. И в дальнейшем включайте это в техническое задание. Чем более узкая задача, тем больше шансов ее решить, тем меньше вопросов будет при демонстрации решения. Необходимо понять, как можно раньше, возможно ли предсказывать целевую величину, или она зависит от слишком большого количества скрытых факторов. Конечно, для того, чтобы оценить это заранее без данных, необходим опыт. В идеале нужен хотя бы сэмпл данных. Например, задача предсказания роя в рекламе. На результаты запуска каждой рекламной кампании влияет очень много факторов, большую часть которых мы не можем наблюдать. В итоге предсказать роя для отдельной рекламной кампании почти невозможно. Может, такую задачу заранее нет смысла брать на бесплатный ресерч. Кстати, про бесплатный ресерч я рассказывал в своем предыдущем видео. Теперь 4 мысли непосредственно об общении с клиентом. После встречи или созвонов с клиентами пишите флоп-письмо. В нем обычно содержатся краткое резюме встречи и пункты. Что от вас к следующей встрече, что от нас. У меня все ходы записаны! Это защитит вас от недопонимания заказчикам. Понятно, что, скорее всего, на встрече вы будете не одни от своей компании, но технический флоуап на вас. После встречи должно быть четкое осознание, кто что будет делать. Не только в вашей компании, но и у клиента. Нужно назначать ответственного человека от заказчика и определять сроки. Как я уже сказал выше, на встречах вы, скорее всего, будете не одни от своей компании, а с более опытным коллегой, основная работа которого – общение с заказчиком. После встречи просите от таких коллег кидбэк о своем поведении. Узнавайте, что можно было улучшить. Во время переговоров фотографируйте все, что рисуется на доске. Перед этим, конечно, неплохо бы спросить, не против ли клиента. Это поможет вам не упустить важные детали, а также, в случае чего, показать бизнесу, что они и правда этого просили. Разработка. Главное, что я для себя вынес, не нужно писать свои велосипеды, а лучше использовать готовые библиотеки и максимально быстро итерироваться. Итак, посмотрим на такие проблемы, как аверинжиниринг, рождевременная оптимизация, сэмплирование данных, версионирование и наличие плана B. Не пишите отдельный модуль ради одной функции, которая, возможно, даже и не даст улучшений. Я не очень люблю Юпитер ноутбук, но на стадии исследования задачи и построения бейзлайна его применение оправдано. Не следует сразу делать хитрое кодирование для экономии памяти или ускорения при процессинге на 20%. Чаще всего большая часть фичей не идет в финальное решение, так что это будет просто тратой времени. В задачах с большим объемом данных начинайте свое решение на малом сэмпле. Отсекайте не очень важные данные. Для задач с табличными данными даже со 100 мегабайтами уже может быть неудобно быстро работать. Это все про быстрые итерации. Необходимо как можно раньше понять, решаемая ли эта задача и хотя бы приблизительно прикинуть максимальную точность. При работе с разными версиями кода и данных заведите для себя какое-то правило именования файлов по версиям. А еще лучше пользоваться версионированием кода. Да, даже для Юпитер ноутбуков. И версионированием данных, например, DVC. Даже когда кажется, что времени до сдачи проекта еще достаточно и вы точно успеете заимплеменить свою супермодель, лучше на всякий случай иметь план B. Пусть у вас будет какая-то неидеальная, но рабочая модель, которая показывает средний результат. Такой моделью может быть даже линейная регрессия, которая учитывает не все признаки. Тогда в случае неудачных экспериментов с основной моделью у вас все равно будет какое-то решение. Касательно презентации результатов клиенту я бы хотел остановиться на пяти вещах. Работа с правильными людьми, согласование метрик, статистическая значимость, маленькие фичи и синдром генерала. Прежде чем долго полировать модель, есть смысл показать демку ответственному человеку на стороне клиента. И вообще, это очень важно показывать именно тому, кто ответственен за принятие решений. Демонстрация не тем людям в компании может все сильно затянуть и увести вообще не в ту сторону. Перед показом результатов клиенту в виде метрик, их лучше согласовать с кем-то, отвечающим за ведение бизнеса в вашей компании. Нет смысла показывать демку, если модель улучшает целевую метрику нестатистически значимо. Очень важно проанализировать предсказания модели на предмет улучшения целевой для бизнеса метрики. Делайте стат-тесты, смотрите на графики остатков, построите бокс-плот для точности предсказания вашей модели и точности предсказания бейзлайна. Желательно, чтобы доверительный интервал вашей модели не пересекался с интервалом бейзлайна. Если заказчик просит добавить еще одну маленькую фичу в последний момент перед показом, необходимо ему отказать. Иначе все может сломаться и не покажете вообще ничего. Ну или как было у меня, покажете, но лучше бы не показывали. Никогда не показывайте непротестированную демку. В идеале, если в демо нет интерактива, показывать запись экрана. Как я узнал уже позже, это называется синдром генерала. То, что протестировано и работало, может в самый ответственный момент все равно сломаться. Это были мои заметки о работе дата-сайентистом в аутсорс-компаниях. Конечно, это не исчерпывающий список всего того, с чем вам придется столкнуться. Также я не добавлял совсем очевидные вещи, типа пишите комментарии к своему коду, используйте agile, делайте кросс-валидацию. Оставляйте комменты, если у вас остались какие-то вопросы, постараюсь на них ответить. Спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok